Война происходит на графе. Я сейчас нарисую какой-нибудь граф и с кем-нибудь из вас в эту игру поиграю. Достаточно случайный граф? Очень хороший граф. Очень хороший граф, замечательно. Так, выходите, кто со мной воевает? Дмитрий у нас защищающий. Защищающий, синий. А я кто? Агрессор. Вот. Итак, значит, Диана... Нападают. Я сейчас объясню правила. После этого они будут... Все понятно. Диана сейчас сбросит свой десант в какую-то произвольную одну вершину графа. После этого Дмитрий сбрасывает десант в какую-то одну вершину. После того, как Диана захватила один борт и Дима захватил другой город, другой борт. Делается ход диана. Она захватывает все еще не захваченные им города в соседние хотя бы с одним из захваченных Киев. Ну, проще говоря, ее десант исползается. На 8 млн. Потом Димин десант захватывает все города, куда можно доехать, кроме захваченных Тихоняттоданей. И так они ходят в ход, 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 ход. В какой-то момент новые города уже не будут никемного захватываться. В этот момент объявляется конец войны и подсчитываем, сколько городов захватила она, а сколько он. Война началась. Ставьте крестик куда-нибудь. Обратите внимание, после того, как они это сделали, на самом деле от них уже ничего не зависит. Все зависит дальше, только от свой граф. Знаешь, что там? Понятно, что там непонятно. Не, не, крестик. Не воюйте, нет. А вот сюда нельзя? Вот сюда нельзя? Можно только на состоянии одиниться. Я понимаю. Да. Захватывай, захватывай. А что такое мы? И почему вы себя застрели именно синими? Потому что вы не любите быть агрессором? Все. Все. Сколько у нас синих? Шесть синих и какое-то жуткое количество красных. Так? Все, спасибо, садитесь. А теперь задача. Придумайте график, на котором агрессор в любом случае при правильной защите проиграет. Страна должна быть так устроена, что если на вас нападут, то вы после этого агрессора разгромите. Заметьте, пожалуйста, если вы первым нападете, то вы приобретете. Агрессор не будет. Итак, на любую агрессию у защитника должен быть ответ, благодаря которому защитник выиграет. Надо построить график в линии. Сколько там точек? Можно строить. Сколько? На этой вашей картинке сколько точек? Семь точек, да? Отлично. Куда агрессор может пойти, чтобы выиграть? Очень легко могу объяснить. В центр. Агрессор делает вход в центр. И он выиграл. Отлично. Их будет восемь. Агрессор пойдет или в четвертую, или в пятую точку. И он получил ровно половину. Смотрите, защитник должен выиграть. Вы объяснили, как защитник может не проиграть. Если будет восемь градов в такую линию, то действительно защитник может получить половину. Понятно, да? А вот оказывается, можно придумать график, на котором защитник всегда сможет выиграть. Нарисуйте. Возможно, ничья. Если восемь градов, вдоль одной прямой дороги, то тогда при ходе агрессора более-менее в середину будет ничья. И при разумном ответе защитник будет ничья. А нужно, чтобы защитник победил. Повторяю, придумайте граф, на котором на любой ход агрессора есть ответный выигрывающий ход защищающихся. Тут два игрока, красный и синий. Красный делает первый ход, синий делает второй. Вот надо, чтобы на любой ход красного был бы победоносный ответ синего. Ох, эль. Бантик такой рисовал, да? Ну, давайте смотреть, где у этой картинки середина. У вас они одинаковые, эти бантики? одинаковые. Раз, два, три. Нет, бантик одинаковые, поэтому я не могу мысленно отбросить. После этого, соответствуют, вот эти, вот эти, вот эти. Отлично. Так, смотрите, я на любой ход агрессора, вот сюда, или сюда, отвечу, сюда, и все. я получаю ничего. А хотел, выиграешь. Агрессор может пойти вот сюда, если вы отведите сюда, то он захватывает всю вот эту часть, а это больше. а если вы отведите сюда, то он захватывает ту половину, а вы захватываете эту. Мне нужна победа защитника. Не ничья, а победа. Нарисовать картинку, в которой агрессору очень хорошо, легко. Нужно взять город, и с него провести много-много агрессор в единичной длины, куда? Тогда агрессор за него захватывает центр, а защитник может захватить только один город. проблема именно в том, надо, чтобы защитник получил больше, чем агрессор. И вы думаете, что вы сумеете победить агрессора? Я сомневаюсь. Давайте я буду отсчитывать. Вот здесь у нас пять городов, так? Раз, два, три, четыре, пять. Так? Замечательно. Представьте себе, что агрессор пойдет сюда. Тогда он в любом случае получит либо этот и еще пять, либо этот и еще вот эти пять. Он в любом случае получит не меньше, чем шесть городов. А другой получит не больше, чем пять городов. И получается, что агрессор выиграет. Защитник на самом деле может не просто победить агрессор, а разгромить агрессор. Получить существенно больше городов, чем агрессор. А никакой такой структуры линейной этого. Вы пытаетесь высчитывать один-два города, не мелочите, ребят, побеждать надо полным разбромом противника. да не важно. Все равно больше, ничего вы не получите на этом. Вот агрессор идет сюда, куда я показал, и в таком случае либо вы получаете пять городов, и он получает пять, либо вы получаете четыре, и он получает шесть. Больше, чем ничья не получается. Редактор субтитров